В рамках заседания Совета по делам молодежи государств СНГ состоялось открытие выставки 100 идей для СНГ. Данная площадка является местом не только для продвижения идей, но и дает возможность обвиняться опытом между странами содружества. В нашей стране есть что показать в области молодежной политики, начиная от достаточно серьезной законодательной базы, программных документов, которые определяют перечень основных мероприятий государственной молодежной политики и финансируют эти мероприятия, но и в том числе тот опыт, который у нас сложился. Это хорошая площадка для того, чтобы представители молодежи наших стран, участницы содружества смогли обвиняться опытом, смогли наладить новые контакты, подружиться. Это эмоции, конечно, самые высокие, самые положительные. Настоящий праздник. В выставке приняли участие 45 проектов из шести стран СНГ. Работа участников представлена в 13 номинациях. Там же были подведены итоги республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», в котором было представлено 120 разработок в 16 номинациях. Сколько идей рождается каждую секунду? Немало. Но все ли из них можно реализовать? Сегодня в выставочном комплексе были собраны 100 лучших идей, три из которых родились в Бэгуир. Проект «Скроллэс» был разработан студентами нашего университета и получил награду в номинации «Медицина, фарм и биотехнологии». Ребята создали портал для детей с нарушениями мелкой моторики. В 2015 году основатель нашего проекта Дмитрий Кузьмич лежал в больнице и там познакомился с мальчиком по имени Никита. У Никиты диагноз ДЦП, и из-за этого ему было очень сложно писать и выполнять свои домашние задания. В общем, так и родилась идея. Просто основатель проекта проникся этим, скажем так. Ну и мы тоже. Возможность разработать и продвигать свой проект имеет каждый студент в Бэгуир. Университет обладает хорошей технической базой и оказывает финансовую поддержку в развитии проектов. Помимо того, что ребятам предоставляется уникальная возможность в бизнес-кубаторе себя проявить, посмотреть, это создание рабочих мест для них, представление им необходимой компьютерной техники, конечно, выделяются какие-то финансовые средства. Вдохновившись результатами ребят, можно с энтузиазмом приступать к созданию собственных проектов, ведь шанс на успех есть у каждой идеи. Дарья Шорова, Максим Максак, Молодежное телевидение Бэгуир.